Наталья, ну скажу честно, вот впервые сегодня я слушала ваше выступление. И вы не только вот визуально все светитесь, но и в музыке такая прям тан-тан-таран-тан-тан, прям зажигалка. В чем секрет оставаться спустя столько лет работая в шоу-бизнесе на этом драйве, на этой энергетике, вот реально быть зажигалкой? Это любить надо, это же мое, это все, что я умею хорошо, я люблю это и очень горжусь тем, что вокруг меня люди, которые со мной столько много лет, во-первых, спасибо Виктору, он меня, в общем-то, вывел и дал возможность заниматься этим. Я просто это люблю, вот и все, все идет от души, я не притворяюсь, я ничего там из себя не корчу, никакого эпатажа, никаких придумок, никаких, какая есть, какая есть. Вот я уже пять лет работаю журналистом, и, к сожалению, какие-то мероприятия, события мне уже стали, ну такие, как это, приживаться, они стали какие-то все одинаковые, да. Я понимаю, просто нам, наверное, повезло, что мы в такое время, в 90-х вышли, мы все были настолько разные, мы так хотели жить, мы так хотели творить, нам деньги были не нужны в таком вот плане, как вот деньги, деньги, деньги. Нам было творчество, поделиться, а сейчас проекты, деньги, треки, то есть, понимаете, да, все вот это, деньги, деньги, нам это не надо было, и это все отложилось. А для вас мероприятия на сегодняшний день являются однотипными, или вы все равно стараетесь где-то, как-то, вы знаете, кусочки какие-то вырывать и запоминать? У нас нет вообще однотипных, во-первых, ну, мы всегда разные, у нас же и на 90-е нас приглашают, на 2000-е вечеринки, и современные мы, да. Мы вообще с Виктором, группой Дюн, мы не вечеринки, там, концерн, имеется в виду, день рождения и свадьбы, да, мы ездим, мы не отрицаем деньги у зарабатывания. Мы федеральные, то есть, это у нас дни города, дни заводов, дни металлогов и все прочее, вот мы кто, да. И поэтому, конечно, мы привыкли видеть много народу и было все хорошо. И все же вечеринки вечеринками, ну, вот совсем недавно вы выступали в Бердянске на празднике. Вот каково вам было стать частью этого события? Может быть, как-то волнительно? Что вообще испытывали? Очень волнительно, очень волнительно, во-первых, там все не так просто, да, мы там с бешеной скоростью мчались по дорогам, потому что все могло быть и прилеты, и все. Ведь мы были еще и в Херсоне, мы проехали по этому мосту и потом в него прилетело, к счастью, нам повезло. Мы, люди классные, они нас ждут, они так ждут, они так благодарны, что мы с ними, они очень хотят домой, домой к нам, сюда, в Россию. Это, на самом деле, Бердянск вообще русский город, там ничего на украинском не было. И вывески на русском, приходят, говорят, а ну на украинский, они два дня повисят, они раз на русский. И так все восемь лет они боролись с этим. Прекрасный городок такой, чистенький, приморский. И Витя успел даже с моря сходить, вот такие медузы там, и рассказал. И они же видят человечность, очень важно. Может быть, вы хотите что-то пожелать вот этим вот людям, которые сейчас столкнулись вот с этими тяготами, и, как вы сказали, уже хотят вот к нам, хотят сюда. Мы очень, да, за них переживаем, потому что они, правда, им непросто. Ведь непросто и с еду, совсем непросто, да. Все, у нас столько людей, которые никакого отношения к артистам, просто берут еду и едут туда. Ну, туда попасть не так просто, да, надо договариваться с Народным фронтом. И они видят эту поддержку, и они готовы терпеть, ждать. Говорят, мы потерпим, мы обязательно потерпим, все будет хорошо. Они такие классные, ну, мы очень рады, что там были. Не всем, кстати, удается так побыть. Не всех берут, скажем так.